Здравствуйте, меня зовут Лилия Михайловна Кычкина, я учитель математики школы номер 2 города Якутска. Мы с вами рассмотрим свойства трапеции. Для начала сделаем классификацию фигур, которые изучаются у нас в основной школе. Итого мы с вами рассматриваем выпуклые фигуры. Первая фигура, с которой у нас все начинается, это параллелограмм. Параллелограмм это четырехугольник, у которого стороны лежат на параллельных прямых. При этом свойства параллелограмма противоположные стороны равны. Параллелограмм, у которого все стороны равны, это у нас будет ромб. Параллелограмм, у которого все стороны равны. Параллелограмм, у которого углы прямые, это у нас будет прямоугольник. Противоположные стороны также равны. Данные четырехугольники обладают всеми свойствами параллелограмма. Прямоугольник, у которого все стороны равны, это у нас будет квадрат. обозначим основные свойства то есть основные свойства это все свойства параллелограмма особые свойства уром в урон по диагонали пересекается под прямым углом поэтому когда мы с вами рисуем ромб, мы с вами так и рисуем. Диагонали пересекаются под прямым углом и точкой пересечения делятся пополам. Это особое свойство ромба. У него диагонали пересекаются под прямым углом и диагонали являются бисектрисами углов. У прямоугольника особое свойство, что у него диагонали между собою равны. У квадрата особое свойство, диагонали между собою равны и пересекаются под прямым углом. Из этой классификации четырехугольников у нас выбивается трапеция. И вот на трапеции мы с вами остановимся подробнее. Трапеции мы с вами называем четырехугольник, у которого две стороны параллельны, две другие не параллельны. Причем параллельные стороны мы с вами называем основание трапеции. Две другие не параллельные стороны мы с вами называем боковые стороны. Так, средняя линия трапеции это отрезок соединяющий боковые стороны. Средняя линия трапеции равна полусумме оснований. Значит мы с вами решим ряд задач и в ходе решения задач мы с вами будем повторять свойства трапеции. Итого задача первая звучит следующим образом. основание трапеции равны 16 и 34. Найти отрезок соединяющий середины диагонали трапеции. Значит условия задачи ребята нужно читать до тех пор, пока вы его не поняли и у вас не сформировался все правильный рисуночек. Итого что мы с вами имеем. Мы с вами имеем трапецию. Основание трапеции равны 16 и 34. Найдите отрезок соединяющий середины диагонали трапеции. Проведем с вами диагонали трапеции. Найдем серединки этих диагоналей и мы с вами должны найти длину этого отрезочка. Давайте мы его с вами обозначим через ЕФ. Ну и теперь мы с вами напишем что у нас дано. У нас параллельно идет дано и рисуночек. Значит АВСД это у нас трапеции со всеми вытекающими отсюда свойствами. АВСД. Так. Е и Ф это середины диагонали. АС и БД соответственно. Так. Основание трапеции ВС и АД они друг другу параллельны. Причем длины этих отрезочков у нас заданы 16 и АД равны 34. Значит мы с вами должны найти ЕФ. Решение. Так. Что мы с вами сделаем во-первых. Мы с вами продолжим прямую ЕФ до пересечения с боковыми сторонами. Обозначим точки МЕМ. Все эти точки лежат на параллельных прямой. Лежат на одной прямой. И по теореме фалисов на самом-то деле МН является средней линией. МН у нас будет средняя линия трапеции. Так. Рассмотрим треугольник АВС. В треугольнике АВС отрезок МЕ является средней линией. Значит МЕ параллельно ВС и равен его половине. МС будет равно 1 второй ВС. То есть это будет у нас равно 8. Я здесь отмечу. Здесь у нас 8. Так. Следующий треугольник, который мы с вами рассмотрим, это треугольник ВС. В треугольнике ВСД ФН тоже средняя линия трапеции. Средняя линия треугольника данного. ФН параллельно ВС, основанию ВС и равен его половине. Одной второй ВС, то есть тоже равно 8. Здесь у нас получилось 8. Ну очевидно, что отрезок ЕФ мы с вами можем найти как через разность. Отрезок ЕФ мы с вами найдем. Если есть средняя линия МН, вычтем 2 найденного отрезка МЕ плюс ФН. Значит осталось найти среднюю линию трапеции. Средняя линия трапеции я вот здесь вот напишу. МН. Значит формулу мы с вами сегодня озвучивали. Значит будет полусумма оснований 34 плюс 16. Это у нас 50 делим на 2. Будет 25. 25. Тогда у нас здесь будет из 25 вычитаю 16. Итого у нас будет 9, да? У нас будет 9. Так, итого ответ задачи. Мы с вами получили 9. И на самом деле мы с вами доказали одно свойство, которое говорит следующее. Я здесь напишу. Мы с вами использовали свойство. Такое, которое говорит, что если в трапеции соединить середины диагоналей, то длина этого отрезочка, если я основание трапеции обозначу через А и Б, А параллельно и Б, длина данного отрезка у нас получается полуразность оснований. А, где А больше Б. Полу разность оснований. Вот это свойство, кто знает, может его сразу использовать, а мы его выведели в ходе решения задачи. Рассмотрим следующую задачу. В трапеции А, Б, Ц, Д, боковые стороны А, Б и Ц, Д равны. С, Н, Высота, проведенная к большему основанию А, Д. Найдите длину отрезка А, Д, если средняя линия К, М трапеции равна 16, а меньшее основание Б, Ц, равно 4. Итого, начинаем с вами оформлять задачу. Что у нас есть? Читаю еще раз. Трапеция А, Б, Ц, Д. Причем равнобедренная трапеция. В трапеции А, Б, Ц, Д, боковые стороны А, Б и Ц, Д равны. Значит, я понимаю, что это равнобедренные трапеции. Значит, две другие стороны у меня будут основания. Б, Ц параллельно А, Д. Дальше. Высота Ц, Х, проведенная к большему основанию А, Д. Значит, из этого предложения я понимаю, что А, Д больше, чем Б, Ц. Высота Ц, Х. Проведем Ц, Х. Ц, Х. Перпендикулярно А, Д. Читаю еще раз. Высота, проведенная к большему основанию А, Д. Найти длину отрезка А, Д. И пошли условия. Если средняя линия К, М трапеции равна 16. К, М. Равная 16. Это средняя линия трапеции. Так. И меньшее основание Б, Ц равно 4. Б, Ц равно 4. И проверяю себя еще раз. Все ли соответствует у меня условию. В трапеции А, Б, Ц, Д. Боковые стороны А, Б и Ц, Д равны. Ц, Х. Высота, проведенная к большему основанию А, Д. Найти длину отрезка А, Д. Если средняя линия К, М трапеции равна 16. Приведем данную среднюю линию. И меньшее основание Б, Ц равно 4. Что же мне сделать? Значит решение. А я знаю следующее свойство. Если в равнобедренной трапеции провести высоты, то слева и справа у нас получается два равных треугольника. Они равны как прямоугольные по гипотенузии катету. И здесь у нас получается два равных отрезка. Х, Д. Так. Это использую. И еще я использую, знаю среднюю линию. К, М равная А, Д плюс Б, Ц. Деленые на 2. Я найду А, Д. Так. Мы с вами нашли А, Д. И оно будет равно 28. 28 и А, Д. Мы с вами найдем, когда из А, Д вычтем В, Ц. И все это разделим на 2. Так. То есть из 28 вычитаю 4. Делю на 2. Получается 12. Получается 12. Итого мы с вами решили две задачи. Повторили некоторые свойства трапеции. На этом мы с вами урок заканчиваем. Итого мы с вами fareיצально сделаем. Итогоа цела снизу. Итого на 2-лайн. Итого вычтем. Итого мы с вами expansive. Итого мы с вамиuderя. Итого выключая музыку. Итого мы русская валюта.